Приветствую всех на канале V&G Buildhouse. Сегодня мы будем оборудовать нашу бойлерную. У нас была водоподготовка вот в таком вот виде. Здесь частудный преобразователь для нашего насоса в скважине. Он хорошо помогает поддерживать давление. Дальше вода заходит в угольный фильтр. У нас очень много железа, поэтому поставили вот такой вот промышленный фильтр. И он немножко убирает железо. Следующий фильтр я поставил в тонкой очистке, потому что иногда зерна с угольного фильтра продавливало вовнутрь системы. И дальше идет у нас расширительный бачок на 50 литров. Но этой системы все равно недостаточно. У нас очень идет запах от воды. И все-таки железо остается, вода немножко со временем желтеет. И мы сейчас приобрели вот такие вот оксидайзер и умягчитель для улучшения качества нашей воды. Поэтому мы сейчас будем оборудовать бойлерную. Нам нужно срочно сделать вот эту вот стену. Сейчас уберу трубы и за штукатурью стену мраморной штукатуркой посмотрим, что у нас получится. Немного предыстории, почему мы установили вот эти вот два баллона. Первое, это то, что здесь нам нужна очень чистая вода. Хотя, лайфхак для тех, кто имеет собственную скважину, первым делом, когда сделал скважину сразу, первым делом поставил вот этот вот магистральный фильтр с активированным углем и фильтр штукой очистки. И потом уже сделал обычный, купил обычный фильтр для воды гейзер. Все это мне обошлось в общей сложности где-то порядка 10 тысяч рублей. Но у нас уже была чистая питьевая вода. Хотя, вы знаете, что в Подмосковье очень много железа. В остальном у меня вода довольно-таки чистая. Но был запах воды немножко такой неприятный. Но вот поставил фильтр гейзер и никакого запаха. Вода очень чистая, хорошая питьевая вода получилась. Мы пользовались этой водой, ну, порядка трех лет. Да, наверное, три года мы пользовались водой. Мы такой пока вот не поставили сейчас колонны. Но еще один момент, для чего я все-таки решил устанавливать эти колонны. Потому что мы хотим поставить бассейн себе на участке. Уже бассейн ставили. Заполняли водой. Очистить его до конца мне не удалось, сколько я не чистил. Заливаешь воду. После нескольких дней, там, два-три дня, вода полностью ржавая. Очень много железа. И, соответственно, сколько я не пился, прочищал, очищал эту воду до конца. А довезти воду, чтобы она была прозрачная, голубая вода, как должна быть в бассейне, мне не удалось. Вот. Жена поставила мне условие, что нужно в этом году поставить снова бассейн. Предыдущий бассейн, каркасный, у нас поломал ураган. Его просто приподняло, бассейн был полпустой, ураган приподнял немножко бассейн его, просто сложил, там, весь каркас изорвался. Поэтому сейчас будем ставить другой бассейн и заполнять уже обезжелезенной водой. И я покажу, посмотрим, что у нас будет. Что получится с этой водой и как ее очистить. Так, сегодня будем пробовать браморную штукатурку. Никогда ее не пробовали. Никогда не накладывали на стену. Поэтому, что получится, все будет наше. Возьмем байроникс. Вот в таком виде она. В таком виде, в этом рано, наверное, что какой-то, она это, глируа. Пробуем, вот этот вариант. Неизвестно, что, как-то, наскоричка, да? Такого, какие-то намерения нет. Так, кельну я не дал, поэтому будем пробовать шпадрю. Так, я буду пробовать шпадрю. Продолжение следует... 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 И так... Продолжение следует... 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 Так, первое, говорят, нужно гранить засыпание. Сказали, что его обводили в полный, а потом вводим светлый. Сказали, что его обводили в полный, а потом вводим светлый. Сказали, что его обводили в полный, а потом светлый. Так, немножко напылил. Так, и последним насыпаем пиролизит. Сейчас у нас половина, ну, будет вот две трети. Вот так вот он выглядит, пиролизит. Пиролизит, да. Пиролизит, да. Пиролизит, да. Пиролизит. И он просыпается далее через мешок. Пиролизит. 50-60 километров. Боловы будут стоять. Ничего не попало. Теперь нужно поставить голову на место. Вот наша голову с контактами. Все ответственно. Я не знаю. Я не знаю. Я купил полипропиленовые переходники. На гайку металлическую. Они очень простые в самом большом диаметре. Когда два переходника вместе становятся, расстояние между соединениями 5 см. Но здесь у меня получается по 3 см радиус. И второго радиуса 3 см и 6 см. Получается расхождение. Вот так вот. А должно быть вот так вот. Вот так-то и должно быть. Очень близко до боли. Но, к сожалению, это недочет. Попробую сейчас прибавить. Попробую сейчас прибавить. Поглушиться. Попробую. Но это всё-таки нужно подрезать. Здесь же быстросъема должна быть, по идее. Продолжение следует... 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 Через... Продолжение следует... 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 так вот здесь не было просто трубка вставлена была труба высокая полтора метра даже здесь и когда пошел слив с оксидайзера то там выбило воду сразу вода пошла под большим давлением и часть воды пошло вверх но к счастью не очень много потом она пошла все вниз вот такая система у нас получилось если есть вопросы задавайте водичка идет чистая наполненная воздухом правда буду наливающих стакан то соответственно сперва вода такая бьется с воздухом потом воздух потихоньку уходит возможно будет позже без воздуха но пока чувствуется чуть-чуть воздух наверное нужно будет поставить еще расширительный бачок наверх со спуском воздуха лишнего системы иначе воздух попадает в систему растворенный воздух видимо с оксидайзера но вымечитель воздуха не должно быть видимо с оксидайзера частично буду попадает в систему пока все до встречи на канале